Хорошо, уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хочу рассказать, осветить несколько вопросов, посвященных скринингу РАК-Легкого. Я не буду... Небольшой план презентации. Я немножко поговорю по принципу скрининга, про то, как оценить эффективность скрининга, про низкодозную компьютерную томографию, как основной сейчас метод обсуждаемый скрининг РАК-Легкого, и какие-то альтернативы этому скринингу. Поскольку у меня всего, по сути, 20 минут, я не буду обсуждать группы риска, связанные с курением или возрастом, какие-то технические требования низкодозной компьютерной томографии, вопрос организации программ скрининга, второго этапа обследования. Но я надеюсь, какие-то вопросы будут освещены в следующем докладе коллеги, которые тоже будут обсуждать скрининг РАК-Легкого. Чтобы понимать, что такое скрининг РАК-Легкого, давайте представим себе в течение любого опухолевого процесса очень просто, прямолинейно, который начинается с факторов риска. После появляется опухоль, первые симптомы, метастазирование. Если мы говорим о первичной профилактике, то мы воздействуем на факторы риска до развития опухоли. Если мы говорим про скрининг, то это какое-то обследование с целью выявления либо предопухолевых, либо ранних опухолевых изменений до появления первых симптомов и признаков. И ранняя диагностика – это появление опухоли при появлении первых симптомов и признаков. И это главное различие скрининга от ранней диагностики. Скрининг направлен на выявление опухоли бессимптомных, людей, у которых нет симптомов, каких-то признаков. Это важный момент. То есть, по сути, это обследование здоровых людей. Поэтому здесь нужно понимать, что в конкретный момент времени, вот прямо сейчас, человеку невозможно помочь, потому что его ничего не беспокоит. И любой скрининг, любое воздействие – это в какой-то степени попытка предотвратить довольно редкое. Смерть – негативное явление, крайне негативное, как мы понимаем, но при причинении небольшого вреда большому числу лиц в виде вот этого самого диагностического межапельства. Почему диагностическое межапельство вообще приносит риски? Я всем советую почитать про диагностические каскады, про случайные находки, которые могут стать триггером. Вот одно обследование может стать триггером других обследований, других каких-то воздействий инвазивных, и вплоть до смерти человека, которого продолжал бы спокойно себе жить, если бы не было этого конкретного диагностического теста. Поэтому очень важно помнить не только про пользу скрининга, но, возможно, пользу, но и вред. Собственно, какие последствия скрининга могут быть? Мы все рассчитываем, естественно, на положительные последствия. То есть мы хотим, что обсуждается обычно на конференциях, когда мы говорим про скрининг. Давайте снизим, сделаем перераспределение стадий, будем выявлять их на ранних стадиях, значит, мы меньше будем лечить. Давайте снизим смертность от рака, то есть у нас будет меньше людей умирать от конкретного заболевания. Давайте снизим общую смертность за счет, если мы снизим смертность от рака, давайте, в принципе, сделаем так, чтобы люди жили дольше за счет нашего обследования. И в некоторых случаях скрининг позволяет снижать заболеваемость. Скрининг вообще не применительный к скринингу рака легкого. Отрицательное – это, прежде всего, снижение качества жизни. Человеку нужно идти куда-то, обследоваться, диагностические каскады запускаются. Это может быть такое небольшое снижение, как просто поход на тест, так и вплоть до какого-то инвестивного вмешательства, которое может сильно навредить. Когда это бывает, часто бывает, что выявляется то, что не навредит человеку или гипердиагностика. И гипердиагностика может приводить к излишним вмешательствам, их последствиям, опять-таки, вплоть до смерти. И важный момент, о котором мы редко говорим, мы можем удлинить интервал жизни человека, когда ему нужно будет лечиться. Если скрининг не снижает смертность по какой-то причине, то он будет выявлять, удлинять интервал жизни с периодом лечения, то есть выживаемость будет больше, человек будет дольше лечиться, и ему от этого будет хуже, если скрининг не снижает смертность. Собственно, как нам оценивать эффективность скрининга? Мы должны сравнивать положительные эффекты с отрицательными эффектами. Обычно часто обсуждаются положительные эффекты, а отрицательные эффекты не обсуждаются. Общий консенсус такой, что если у нас есть снижение смертности от рака в исследовании, то это очень значимый положительный эффект, по которому мы можем оценить скрининг рака при отсутствии каких-то серьезных отрицательных эффектов. Но мы знаем примеры, когда даже снижение смертности от рака не ведет к внедрению программы скрининга или серьезных нежелательных эффектов. Отличный пример – это скрининг рака председательной железы. Теперь попробуем обсудить все то же самое применительно скрининг урака легкого. Положительные эффекты. Как мы снижается ли, перераспределяется ли стадии, то есть больше ли ранних стадий. Да, конечно. Если мы запускаем программу скрининга, у нас будет очень много пациентов, у которых будет опухоль на ранней стадии. Если мы не применяем при этом лечение комбинированное, то мы ограничиваемся, предположим, операцией. Вместо комбинированного лечения, да, мы снижаем время нагрузки на медицинскую систему человека. Или ее тоже перераспределяем. Важный момент, который можно обсудить, если, например, мы бы научились делать не операции, а заниматься лучевой терапией, прецизионной лучевой терапией в отношении ранних опухолей легкого, это бы еще снизило интенсивность лечения, поскольку нужна не операция, а просто сеанс лучевой терапии. Какие еще положительные последствия скрининга? Снижение смертности от рака? Да, мы это обсудим. Снижение общей смертности тоже было, мы это обсудим в исследовании. Снижение заболеваемости? Нет. Снижение заболеваемости, возможно, при скрининге экологитального рака, рака шейки матки, но не рака легкого, потому что, по сути, невозможно найти какой-то выраженный явный предрак, который можно было бы легко вылечить. как это, например, возможно при скрининге рака шеки матки, когда выявляется дисплазия, и их тут же можно удалить до появления инвазивной опухоли. Какие отрицательные последствия для скрининга? Они есть. Снижение качества жизни. Если это сильно зависит от диагностической процедуры, понятно, что, скорее всего, бронхоскопия не является методом выбора скрининга из-за хотя бы того, что это неприятно для человека, и всех загонить на бронхоскопию не получится. Гипердиагностика. Излишние вмешательства и их последствия. Да, 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 при скрининге рака легкого все это есть, и, возможно, инвазивная операция даже для биопсии и с тяжелыми последствиями. И что будет, если у нас скрининг не будет снижать смертность, но мы будем удлинять вот этот период с диагнозом? Мы знаем сейчас рекомендации НССН по лечению рака легкого, и, начиная уже со второй стадии, у нас химио-лучевая терапия. У нас используется иммунотерапия, есть осложнения, от этого есть последствия. Поэтому если скрининг не снижает смертность, то это не лучший вариант для пациентов, потому что им нужно будет долго проходить лечение. Какие возможные методы скрининга рака легкого? Ну, обсуждалась когда-то цитология, ренинография, флюорография. Мы сегодня больше будем обсуждать низкодозную компьютерную томографию. Сейчас еще обсуждается выдыхаемый воздух, какие-то маркеры крови, но в итоге мы сегодня будем говорить только вот и даже, по сути, об одном методе, низкодозную компьютерную томографию, потому что остальные нет смысла обсуждать. И пару слов скажу про ренинографию, которая не снижает смертность. Собственно, ренинография в определенном количестве исследований, там в шести, если не ошибаюсь, в 60-х, 70-х годах прошлого еще века не показала снижение смертности от рака легкого, то есть эффективность скрининга не была показана, и ренинография не является методом скрининга рака легкого. Пожалуй, это единственный вывод. Нужна ли профилактическая ренинография и флюорография? Нет, не существует условий, при которых она нужна. От нее нужно полностью отказаться. В качестве метода обследования людей, у которых нет признаков и симптомов. Ренинография – это замечательный диагностический метод, который используется в клинике, который используется при каких-то появлении симптомов и признаков, но не профилактический метод. Скрининга рака легкого, низкодозная компьютерная томография. Все мы знаем результаты исследований на ЛСТ. Это американское исследование, которое было опубликовано в 2011 году. Результаты показали снижение общей смертности на порядка 7%, смертности от рака легкого на 20% в группе, где выполнялась низкодозная компьютерная томография по сравнению с группой, где выполнялась ренинография. Какие выводы из того исследования мы можем сделать сейчас? Да, снижалась смертность уже в течение 6 лет наблюдения на 20% от рака легкого. Снижалась общая смертность в группе скрининга. Почему? Потому что, к несчастью для курильщика, смерть от рака легкого – не такое редкое событие. Поэтому, если мы снижаем смертность от рака легкого, мы увеличиваем продолжительность жизни для этих людей. Выборка исследований на ЛСТ была достаточно большой, чтобы это показать. Что еще было в этом исследовании? На 13% больше было выявлено случаев рака в группе низкодозной компьютерной томографии. И, что важно, было намного больше положительных. То есть было порядка, доходило до 30% людей, которых называли положительными. То есть выявляли какие-то находки, которые требовали каких-то дальнейших действий. Да, собственно, выводы, которые я и рассказал, снижают смертность. Смерть от рака легкого – это важное, нередкое событие. Значит, снижалась общая смертность и гипердиагностика. Собственно, то, что обсуждалось после 2011 года. Обновленная публикация результатов более длительного наблюдения и исследования на ЛСТ была сделана в 2019 году. И здесь интересно посмотреть на пару моментов. Ну, во-первых, очень хорошие показатели числа, которые нужно... Людей, которым нужно провести скрининг, чтобы предотвратить одну смерть, это порядка 300 человек, это очень хорошо. Это лучше, чем в других программах скрининга. Это понятно, потому что мы обследуем группу риска, курильщики. Но что важно, и о чем, наверное, стоит поговорить, эффективность... Во всех исследованиях скрининга женщин всегда было меньше. Ну, потому что меньше женщин элементарно курит в этом возрасте и курила. Но эффективность скрининга легкого была выше у женщин, если вот у мужчин после... По истечении там уже, если не ошибаюсь, с 10 лет, после окончания исследований, или даже больше, там уже практически сошло на нет. Разница между смертностью у группы скрининга и в группе контроля, там 0,97, 3% или практически ничего, с учетом доверительного интервала. То у женщины она сохранилась, и это порядка... На уровне 14%, то есть эффективность скрининга у женщин была выше, чем у мужчин, скрининга легкого. И второй момент, эффективность скрининга была выше у мужчин в возрасте 55-64 лет, чем у мужчин... У всех людей, участников, прошу прощения, чем у участников в возрасте 65-74 года. Тоже понятно. Чем меньше ожидаемая продолжительность жизни, чем меньше возможен эффект скрининга. Второе исследование Nelson, голландское исследование. Оно отличалось прежде всего тем, что здесь было меньше людей, участвовало, поэтому мы ждали результатов дольше. И второй момент, использовалось измерение объема узла, не только линейный размер узла, плюс время удвоения узла. Использовалось как критерий оценки положительного или отрицательного результата. И действительно, измерение объема куда более информативно, чем измерение линейных размеров, потому что это дает намного больше информации. Плюс время удвоения, которое можно считать с помощью изменения объема, дает еще дополнительную информацию о том, стабильный узел или он увеличивается. Это важный прогнозический фактор для оценки, является ли это опухолью или не является это опухолью. Результаты были доложены в 2018 году и опубликованы в 2020 году только. Но первое, смертность от рака легкого, снижение смертности от рака легкого было показано выше, чем в исследовании НЛСТ. То есть больше 20%. И опять в небольшой группе женщин, которые участвовали в исследовании, было показано, куда большее значение снижения смертности, там до 60% снижалась смертность у женщин, которые участвовали в скринике рака легкого. Главное и ключевое отличие исследования Нелсон из-за того, что используется в олиметрии, было меньше результатов, которые считались положительными. Если в исследовании, это нижняя таблица НЛСТ, позитивные результаты было 27%, 28%, 16%, если человек говорит, у вас, скорее всего, что-то есть, мы будем изучать это, обследовать дальше, то таких людей в исследовании Нелсон было намного меньше, там порядка 2%, то есть почти 10, больше, чем 10 раз меньше. И, с другой стороны, был еще у них промежуточный результат, и таких людей тоже было меньше, то есть промежуточных результатов даже было меньше, чем положительных результатов у НЛСТ. И если мы говорим о каком-то внедрении программы скрининга, то, конечно, лучше делать в олиметрию и внедрять тот скрининг, тот вариант модификации низкодозной компьютерной математографии, которая выполнялась в исследовании Нелсон. Окей. Да, прошу прощения, здесь надо не НЛСТ, здесь Нелсон исследование. Скрининг как легкого исследования Нелсон снижал смертность, общая смертность. В Нелсон не показали снижение общей смертности. Это могут быть две причины. Первая причина в том, что было меньше участников в исследовании Нелсон. Да, прошу прощения, здесь исследование Нелсон. Ну и снижение доли положительных, положительных в десятки раз по сравнению с Нелсоном. Какие еще исследования были? Были, это не единственное исследование, было датское исследование, немецкое исследование, но все они, у всех них было малое количество участников, чтобы делать какие-то выводы о результатах. Но, то есть все эти выводы в других исследованиях были статистически незначимы, но если мы возьмем конкретные значения без оценки доверительных интервалов, то мы увидим, что в исследовании Люси, в немецком исследовании, результаты тоже были опубликованы в 2020 году, скрининг был эффективнее. Вот эта вот цифра, это количество смертей от рака легкого. Так вот, скрининг был эффективнее опять у женщин, чем у мужчин. То есть 4 смерти в группе низкодорожной компьютерной томографии у женщин против 13 в контрольной группе, а у мужчин, в принципе, ну вот плюс-минус лучше, но сопоставимо на протяжении почти 12 лет наблюдения. Что дальше? Сейчас в Европе запускается проект For In The Long Run, который направлен на внедрение уже программы скрининга и изучение каких-то дополнительных вопросов, связанных со скринингом рака. Например, изучается сейчас активно, обсуждается исследование персонализированного скрининга, когда у нас есть не ежегодная низкодорожная компьютерная томография и не, там, например, раз в два года, а в зависимости от тех находок, которые были на первом скане. Если мы ничего, например, не видим на первом скане, с учетом, опять-таки, анонозакурения, возраста пациента, рассчитывается, его прогноз, риск, что у него разобьется рак легкого, и в зависимости от этого планируется персонализированная программа скрининга. То есть там можно, например, не делать два года, интервал сделать два года или даже больше. Что еще изучается в новых исследованиях? Интеграция программы отказа от курения, оценка каких-то других находок, например, там, коронарный кальций для начала, но все, что угодно. Все болезни, которые можно найти на КТ, сейчас пытаются понять, можно ли использовать скрининг низкодорожной компьютерной томографии для того, чтобы помочь людям с этими заболеваниями. Поскольку пока не существует других методов скрининга, изученных, показавших эффективность использования низкодорожной компьютерной томографии и скрининга других болезней. Также все еще изучаются биомаркеры, потому что биомаркеры, мне кажется, будут изучаться всегда. Пока безрезультатно. Какие требования на данный момент к программам скрининга? Это должна быть организованная программа, должны быть конкретные протоколы дообследования и, возможно, двойное чтение сканов. Но я думаю, что сегодня в следующем докладе уже будет обсуждаться какие-то вопросы, связанные именно с техническими требованиями к низкодорожной компьютерной томографии. Альтернативы скринингу. Это хороший вопрос, потому что, помимо того, что все говорят, что скрининг скнижает смертность, есть один момент, который не отпускает исследователей скрининга, а как это связано с отказом от курения. Было несколько исследований, публикаций о том, как влияет скрининг лёгкого на отказ от курения. И вот публиковано недавно было британское исследование, где было показано, что UK Long Cancer Screening Trial, где было показано, что в принципе любой результат в скрининге у них, во всяком случае, приводил к тому, что был выше риск отказа от курения, то есть больше вероятность отказа от курения, если человек участвует в программе скрининга. Но также было показано, что если у человека был положительный результат, то есть какая-то находка либо промежуточный результат, который требует дообследования, то вероятность отказа от курения была выше. И обсуждается, что это такой обучающий момент, что человека как бы пугают тем, что у него может быть рак, он отказывается от курения, но там не факт, что это опухоль выявляет. И аналогичная ситуация была в исследовании НЛСТ, посмотрели в исследовании НЛСТ, сколько людей, сколько курильщиков оставалось после, в зависимости от того, какая находка была при скрининге. Больше всего курильщиков оставалось, если не было никаких находок. Если была какая-то минимальная находка, но не рак легкого, то курильщиков было уже чуть меньше, то есть они чаще отказывались от курения. Если была более серьезная находка, то еще чаще отказывались от курения. Если были подозрения на рак легкого, требующего дообследования, то еще больше людей отказывались от курения. К чему приводит вообще отказ от курения? Отказ от курения в любом возрасте увеличивает продолжительность жизни и снижает смертность. Если отказаться от курения в возрасте, там, например, 35-44 года, как было показано в знаменитом продолжающемся исследовании Дола и Хила, то практически риск умереть совпадает с риском человека, который никогда не курил. Чуть-чуть меньше. Но вне зависимости от возраста, когда человек бросает курить, его риск умереть снижается. Даже если это возраст 55-64 года, возраст, когда человек, предположительно, начинает с клиники, если он в этом возрасте бросит курить, то почти половину компенсирует того времени и продолжительность жизни, которое есть у некурильщика, при прочих равных. Проблема, казалось бы, что нам мешает всех заставить отказаться от курения. Это не так просто. И были рандомизированные исследования, которые показывали, что программы отказа от курения специализированные снижают смертность, но очень сложно достичь. И даже в специализированном протоколе только 22% в группе воздействия отказались от курения, несмотря на то, что это была довольно интенсивная интервенция. Тем не менее, это снижало смертность. Соответственно, у нас возникает вопрос к тому, что, да, у нас есть замечательная программа Nelson, где у нас было очень мало положительных, ложноположительных результатов. Есть программа NLST, где было много ложноположительных. Но в программе Nelson не было показано снижение общей смертности, а в программе NLST было показано снижение общей смертности. И у многих сейчас возникает вопрос, не является ли это, не связано ли это с тем, что, например, люди больше отказывались от курения в исследовании NLST, американском исследовании. Мы не знаем. Вроде бы по публикациям нет таких данных, что там больше людей отказывались от курения, чем в голландском исследовании, но у нас нет точных данных, к сожалению. Спасибо за внимание. Я попытался рассказать о каких-то там моментах, которые, возможно, до этого не обсуждались в рамках докладов о скринингерах легкого. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова